так я тут похоже опять забыл записать видео все сделал а видео ты не записал так что буду 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 что я буду делать буду объяснять что сделал то принципе я небольшие уточнения сделал но который стоил было бы поговорить так и сначала вернемся к нашему джен серверу джен серверу здесь исправил название на дженсервер так дженсервер дженсервер что вообще дженсервер дженсервер значит это у нас модуль эликсира который поставляет нам некоторые стандартные функции для работы с процессами то есть мы напрямую с процессами не работаем больше мы их не порождаем мы не пишем никаких функций receive это все делается за ширмой дженсервера наша задача организовать некоторые наши конкретные функции которые соотносятся к нашей нашей работе то есть примеру нам нужно организовать некоторые начальные условия они только для нас будут но как эти условия будут передаваться дальше нас это не волнует нас это не волнует или например нам нужно обязательно реализовать функции взаимодействие с нашим сервером они же у нас индивидуальные но как эти функции будут отдавать ответ тому кто попросил это опять же сделает дженсервер потому что опять же это стандартная функция наша задача скажем так клиентские функции реализовать итак поехали объясню что к чему вот у нас функция старта я тут изменил еще имя поскольку принципе нам не принципиально имя никаких удобств нам тут не нужно мы будем обращаться сервер у нас будет один мы будем через имя модуля обращаться и использовать функции старт и чеки чеки то есть это вот наши две основные клиентские функции вот как стартовать и как просить дополнительных функций по поводу как остановить корректно я не стал пси да и не нужно у нас по идее это сервер живет пока живет все приложение и так теперь начальные условия помните там я писал аркс я тут решил заменить окей им чтобы совсем было очевидное ок окей мы его передаем сюда и и инициализируем наше состояние вот об этой функции я поговорю чуть позже как мы инициализируем состояние мы его инициализируем с помощью функции load data вот я здесь отдельно написал load data то есть теоретически мы можем здесь загрузить из базы данных и сразу из базы данных ключей и сразу я им присвоил значение 50 как мы и договаривались то есть вот наш план сделать 50 ограничений 50 посещений максимум в час а так вот а поскольку в час то нужно как-то обновлять счетчики так ведь вот для этих целей собственно в нити я запускаю функцию schedule schedule refresh теперь перейдем schedule refresh schedule refresh а schedule refresh следующая происходит мы используем модуль процесс чтобы отправить самому себе то есть вот этому модулю вот этому серверу специальное сообщение refresh через определенное время вот здесь refresh counters то есть я использую константу вот таким образом их можно в эликсире записывать то есть собака имя константы и значение ничего особенного но так вот то есть я посылаю сообщение самому себе через 60 минут теперь как это сообщение refresh будет где оно собственно обрабатывается а вот оно обрабатывается в специальном хендлере хендлер инфо вот это сообщение приходит отсюда здесь как любой хендлер принимает текущее состояние и что мы делаем вот наше текущее состояние и мы просто берем используем функцию enama поскольку это map и просто по новой устанавливаем счетчики то есть вот эти значения мы снова им устанавливаем все 50 потом вот эта функция она действует один раз и поэтому нам нужно снова вызвать эту функцию вот эту же функцию чтобы сказать что запусти к нам еще раз то есть здесь эта функция не подразумевает что она будет каждые вот эти 60 минут отправлять нет это она отправляет один раз а чтобы каждый нам нужно вот здесь прописать эту функцию еще раз дальше вот мы обновили счетчики все мы снова показали 50 и передаем теперь это новое состояние это функция напомню на случай любых других сообщений мы их никак не будем даже обрабатывать так теперь ключевая функция handle call она будет мы ее напрямую вызывать не будем мы будем ее вызывать с помощью клиентской функции check it check it кей check it кей чтобы вызвать вот эту функцию handle call мы используем специальную функцию gen сервера gen сервер call здесь мы указываем имя модуля и какое сообщение мы хотим отправить и как видите видите check and decrement check and decrement key и теперь рассмотрим эту функцию то есть что мы тут делаем смотрим мы пытаемся проверить вот у нашего состояния есть ли у нас вообще такой кей есть ли он вообще такой если его нет fails то мы вернем ответ error и я сделал чуть более информативное сообщение ответа то есть у нас здесь будет возвращаться не просто error а tuple tuple в котором первое значение это error а второе мы конкретизируем и уточняем впоследствии мы можем более лучший ответ давать юзеру чтоб он понимал что вообще происходит так и состояние поскольку мы здесь у этого юзера нет никаких прав то мы тоже самое передаем теперь допустим это наш юзер он у нас есть базе данных у него есть ключ для доступа к нашим что мы делаем мы мы достаем текущее значение его счетчика и и начинаем проверять если текущее состояние счетчика уже ноль то мы отправляем ему ответ опять же tuple опять же конкретизируем более конкретно помимо сообщения что это error мы еще отправим ему более конкретное сообщение вспомогательное too many too many и опять же со стейтом нам ничего делать здесь не придется поскольку мы не собираемся обрабатывать его сообщения и последнее наверное самое ключевое ради чего все это дело затевалось это мы должны опять же reply и ответить мы отвечаем мы с помощью стандартного используем стандартный а там окей и здесь мы передадим ему сколько сообщений у него осталось то есть мы считаем вот этот и отправляем ему информацию сколько попыток он еще может сделать в течение данного часа и так же нам нужно апдейтить апдейтить каунтер у юзера ключа все с этим с модулем джин сервера разобрались теперь 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 идем где его можем запустить сразу говорю он у нас существует сам по себе мы никаких супервизоров не делаем мы супервизором потом как-нибудь поговорим сегодня мы делаем по-простому джин сервер запускаем и запускать им мы его будем точно так же как мы делали в одном из предыдущих видео где мы запускали базу данных ирландовскую е т с а здесь мы помимо наших запусков базы данных endpoints мы отдельно запустим наш сервер вот здесь мы его запустим запустили то есть когда у нас запустится все приложение у нас автоматически запустится наш джин сервер и он запустится вот с дефолтными значениями и последний шаг который нам осталось сделать это изменить 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 наш контроллер немного его модифицировать я тут и ответы модифицировал немного но сейчас мы о них чуть позже поговорим мы сперва поговорим о о о о о о о о нашем плаге да знаю повторяется но я сделаю в лоб так так это мне не нужно надо удалить то есть что мы делаем мы берем и проверяем а передал ли нам вообще юзер кей если нет то есть у нас снил то мы его сразу как и раньше просто перенаправляем направляем на google если все-таки есть какой-то ключ что нам нужно сделать нам нужно опросить наш сервер то есть вот мы используем эту функцию check it и вот так и пишем кайка guard check it и передаем вот этот юзер и здесь у нас может быть три варианта ответа у нас нет прав слишком много запросов и окей и у вас осталось столько-то запросов так и обрабатываем error too many ну мы ошибки пока не обрабатываем мы просто перенаправляем на страницу google а вот если окей то мы сделаем следующий find вот эта функция assign она у connection да вот у connection есть там вот список полей огромный да и одно из полей это assigns и вот мы пытаемся в этот assigns записать поле counter через атом делается и его значение мы это будем использовать чтобы показать юзеру что у него осталось столько-то попыток теперь идем в наши конкретные функции то есть я здесь уточнил ответ json и здесь отвечаю одной большой мапой одной большой мапой дата у нас содержит тот ответ который мы обычно раньше приходили но также я добавил поле rest attempts которое сообщает сколько попыток у юзера осталось то есть вот мы пытаемся извлечь вот про то что я вам только что говорил тут мы присваиваем в connection поле в struct connection в его поле assigns assigns значение counter добавляем поле counter с значением count и вот мы пытаемся вынуть это значение и отобретите юзеру фух рассказал давайте по новой здесь остановлю и запущу и посмотрим как все это выглядит как все это выглядит так компиляция запустили и смотрим ну здесь вы уже видите да примерку допустим вот наш валидный кей вот он юзер пытается допустим давайте а вы а он пытается посчитать среднее значение вот ему вернулось что среднее значение равно 5 и вот наше поле дата вот его ответ вот он его лист который он спрашивал и также мы ему сообщаем что у него осталось 49 попыток например если мы еще раз сделаем запрос вот у него осталось 48 попыток допустим юзер пришел без 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 кия что произойдет мы его перенаправляем перенаправляем в google теперь допустим если юзер неправильно кей ввел то есть в нашей базе этого кия нет мы его снова перенаправляем в google в принципе можно организовать вам более корректный ответ но пока так сойдет ну пожалуй все на сегодня see you next time